Владимир Павлович Александр Моисеевич Я врач-психотерапевт и сексолог Я закончил Ленинградский медицинский институт в очень далеком 1973 году И к настоящему времени, 42 года и полтора месяца, работаю врачом-сексологом Я преподаю, я пишу книги, я выступаю на телевидении Но все это вторично и третично Я каждый день принимаю пациентов, кроме воскресенья В воскресенье не проситесь И вам советую в воскресенье никого не принимать Потому что когда клиенту даешь согласие принять его в воскресенье То первая мысль у клиента возникает такая Какие же трудности у доктора, если он даже в воскресенье готов принимать Ну, двойная и тройная цена, дело другое Любовная зависимость и сексуальная зависимость Эти расстройства всегда занимали большое место И в психотерапии на приеме удельный вес этих пациенток И в научных исследованиях Много-много лет Хочу сразу сказать, господа, что сегодня мы будем говорить О любовной и сексуальной зависимости Между мужчиной и женщиной Собственно говоря, у женщины, поскольку у мужчин не бывает Или мы не будем говорить У некоторых бывает, но это только литературные критики Театральные критики, это может быть 10 человек В Москве, 12 Немного В областных центрах по одному человеку, но больше нет Так что говорить мы будем только о женщинах И говорить мы будем о женщинах, которые с этими объектами Любовной зависимости вместе не живут То есть не являются их мужьями, женами В принципе, любовная и сексуальная зависимость существуют и в супружестве И это гораздо более тяжелая ситуация Любовная зависимость в супружестве Но это другая тема Там другие проявления, другие клинические проявления Другое лечение, другие исходы Более тяжелые для мужчины И много различий Поэтому сегодня мы говорим только о женщинах Которые когда-то встречались с неким Васей, Петей, Махмудом Может быть даже жили вместе некоторое время Как правило, недолгое, до года Пережили с ним любовь, как правило, взаимную Дальше отношения по каким-то причинам Мы сейчас не будем говорить об этом Отношения прекратились или стали эпизодическими Это не обязательно, кстати, прекращение любви Это у человека, например, в Хабаровске Больная мама, которая категорически отказывается переезжать в Москву Несмотря на то, что у любящей женщины трехкомнатная квартира С видом на парк Горького Ну, есть такие сыновья Ну, редко, конечно, не в Москве, да Но бывают И поэтому, прожив с ней в этой квартире Некоторое время и закончив аспирантуру Или закончив командировку Он уезжает в свой Хабаровск Где вообще нет ни квартиры, ни парка Горького А есть только больная мама И вот они вынуждены встречаться только изредка Это может быть и уход любовного чувства у мужчины Самые разные могут быть причины Это может быть очень часто неожиданное рождение второго ребенка в законной семье Потому что уйти от одного ребенка Это дело святое Особенно, если он в провинции А вот уйти от двух детей А иногда и от третьего Так бывает Человек любит другую женщину в Москве Я работаю в Москве У них замечательные отношения Но он порядочный человек Он съездил там в какой-то небольшой отпуск Вещи забрать, наверное От этого посещения остался ребенок Все мы живые люди Особенно, когда вещи забираешь Очень часто женщины беременеют Я заметил, что 42 года практики Они почему-то так на это реагируют Видно, у них расширяются Трубы И они очень часто беременеют То она не могла несколько лет забеременеть То она стала матерью И, естественно, да Я видел людей, которые В своей практике Я много об этом писал Много пациентов видел Которые уже подавали заявление в ЗАГС Были оба любовнозависимыми И на фоне этого подачи заявления Жена в каком-то далеком Новосибирске Я не помню сейчас где-то там В Томске, Омске Кинишме Конотопия И прочих культурных центров Жена рожала двойню Ну, троих детей у нас оставляют только Совершенно уже непорядочные люди Так что причины Возникновения любовной зависимости В ситуации, когда мужчина и женщина Не живут вместе Они самые разные Но, почему главная причина В чем главная причина Такого подробного изучения Любовной зависимости Все говорят, что Ну, в общем, не самое ведь Тяжелое расстройство, правда? Скажем, есть мощные фобии Когда человек не может войти в метро И найти себе работу Это 8% всех московских женщин Любовно зависимых все-таки поменьше Я имею в виду найти подходящую работу В принципе, можно найти работу До которой не надо добираться на метро Но до хорошей работы надо добираться далеко Как вы знаете Есть масса невротических расстройств Которые достойны изучения И которые изучают Но любовной зависимости Была посвящена И посвящена Треть всей психотерапевтической литературе в мире Причины такого интереса Они очень просты Я бы назвал их две Хотя на самом деле их больше Первое – это загадочность этого расстройства Вы ведь все думаете Наверняка я когда-то так думал Когда начинал заниматься Что любовная зависимость От мужчины, с которым когда-то была связь Четыре месяца обычно Там 26 половых актов Одно прерывание беременности В среднем Бывает больше и меньше Не обязательно 26 Вы так четко не записываете Это может быть больше Больше Или Или меньше Что в любовную зависимость Впадают какие-то женщины Второго сорта Условно Да Может быть не очень привлекательные И такие как другие Может быть впервые в жизни Встретившие человека Который к ним хорошо К ней, к этой женщине Хорошо отнесся С которой возникли стойкие Теплые Любовные Отношения Может быть женщины У которых какие-то проблемы С кривизной ног Или наоборот С недостаточной Кривизной груди Или ее отсутствием Я имею ввиду Не кривизное отсутствие А груди Такое бывает Особенно В центральном Административном округе В юго-западном Там много очень Женщин Без форм Все что я буду говорить Я буду говорить о москвичках Потому что никаких Других женщин У меня конечно есть Приемки с периферией Даже из-за границы Но основной Может контингент Это люди Которые живут в Москве Это естественно Работать надо в одном городе Для того чтобы знать То что для москвички нормально Может быть тяжелой патологией Для жительницы Хабаровска Трехкратное участие В сексе втроем На третьем курсе Для москвички нормально Ну двухкратное Да тоже нормально Однократное конечно не так Да А вот если такое имело место У жительницы Хабаровска Или Кинешмы Особенно Конотопа То нам надо подумать Не было ли у нее Какой-то маниакальной фазы Или состояние опьянения И так далее Вот так что Возникает это расстройство На самом деле Исследования показывают У самых обычных женщин Действительно первого сорта Нормального сорта У женщин очень часто У которых было достаточно И вполне среднее К этому возрасту Среднее количество Сексуальных партнеров Любовников Или мужей У московской женщины К моменту выхода замуж Должно быть Семь с половиной Более или менее Постоянных партнеров Я имею ввиду Не в тот момент Когда она выходит замуж А перед Да У нее должно быть Семь каких-то Более или менее Длительных романов Романом мы считаем Все что больше трех недель Ну или даже меньше Двух недель Но если деньги не получаешь То это уже роман И должен быть Должно быть Четырнадцать Пятнадцать Одно Или двухкратных связей Как-то вы поникли головой Но вы еще доберете К замужинству Конечно здесь возможно колебания Люди разные Но в среднем В среднем это такое Это такие величины Так складывается Это не потому что Девушка сидит дома И думает Я вот через три месяца Замуж выхожу А у меня не хватает Для сексуального опыта Еще одного романа Да у меня Только шесть с половиной А нужно семь с половиной Это не так Это просто средняя величина И она Да И она складывается Общение в Москве Как вы понимаете Интенсивное Ну я беру Внутри МКАДа Да Потому что Ситуация за МКАДом Она другая Там больше однократных связей Меньше длительных романов Вот Так что это вполне нормальные женщины Которые впадают В длительное невротическое состояние Болезненное Но главное в другом Главное в том Что Не депрессии О которых вам так красиво Рассказывал Владимир Павлович Который считает Что единственное интересное Заболевание Которым надо Расстройство заниматься Это депрессия А все остальное Это как бы Так для умственно отсталых На самом деле Да На самом деле Это не так Он все равно не слышит На таком Расстоянии Господа Дело в том Что Да я сам на таком Расстоянии Уже и не слышу Дело в том Господа Что Любовная И сексуальная Зависимость Это Первое Основной Источник Самоубийств Суицидальных Попыток И завершенных Самоубийств Как бы Невинное Расстройство Такое Да И самое главное Любовная И сексуальная Зависимость Прежде всего Сексуальная Это Примерно Треть Всех Так называемых Смертей От Невыясненных Причин Или Не уж теперь Треба Когда я был Молодым врачом Термин был Смерть От невыясненных Причин Теперь Посчитали Что надо Изменить Это Код 297.5 По-моему По МКБ Смерть От Неустановленных Причин Ну Как вы знаете Есть Список Причин Смерти Официально Во всем мире Одинаковые С кодами На первом Месте Инфаркты На втором Месте Инсульты На третьем Месте Злокачественные Опухоли Потом еще Какие-то Заболевания И на пятом Месте Стоит Смерть От Неустановленных Причин Смерть От Неустановленных Причин Чаще Всего Встречается Между Пятьюдестью И шестьюдести То Человек Посмотрел Телевизор Сериал Менты Против Пришельцев Ну Или Кровавый Мент Как вариант Переволновался Никогда Не ходил В поликлинику Возможно У него Никогда Не было Карточки Никакой Да Лег Уснул Да И не Проснулся Да При вскрытии Инфаркт Во сне Или Человек Поднимался В возрасте Пятидесяти лет Поднимался В троллейбус Как всегда На работу С портфелем Поднялся В троллейбусе И умер В нем Да При вскрытии Вообще Ничего Не обнаруживается Здоровый Человек То есть Господа Инфаркт Или инсульт Были Мгновенными Да Они прошли Человек Умер Они остались Повреждения Сердечной стенки Нет Если бы Помощь оказать Невозможно Да Господа Но это ведь Все Пятьдесят Шестьдесят Лет Когда сосуды Истончены Когда есть Какая-то Как мы говорим Готовность Да Мы даже Врачи Говорим Преморбит Да То есть Морбит Это болезнь А преморбит Это нечто Что подготавливает Болезни Да Ну например Нет у вас Еще туберкулеза Да Но иногда На лекциях Возникает Глубокий Кашель Туберкулезом Вы при этом Заболеете Через 20 лет Но на лекции У вас был Преморбит Преморбит Иногда Если говорить О Наших Расстройствах Невротических Психопотомологических Преморбит Иногда Опережает Основное Расстройство На 5 Или 7 Лет Явно Преморбит Симптом Ну например Галлюцинаторный Эпизод Длительностью 10 минут Потом человек 5-7 лет Абсолютно Нормально Живет Вот никаких Признаков Психического Заболевания Потом полностью Развивается Психоз Имеющий Сходство С тем Галлюцинаторным Эпизодом Так вот Господа Как я вам уже сказал Смерть от неустановленных причин На 5 месте Среди причин смерти И треть От всех этих Смертей От неустановленных причин Это Смерть Женщин Которые находятся В состоянии Любовной И сексуальной Зависимости Как вы понимаете Это женщины Не 50 лет И это женщины Не 40 лет 40 лет Любовная Зависимость Бывает Очень редко И только В провинции В основном Это женщины В расцвете сил 30 лет И покончить С собой Ну как правило В любовной Зависимости Это делают С помощью Элениума Потому что После Элениума Женщина в гробу Вот видит Очень красивой Любая женщина Может принять 300 таблеток Элениума Умереть И в гробу Она Красавица Настоящая Так Элениум Действует На мышцы Никто не знает Почему Феназепама Мне советую Лицо получается Деревенское Расплывается Так Настоящая женщина Если она Кончает с собой Тем более Из-за мужчины Она все равно Должна выглядеть Красиво Самоубийство Самоубийство Война Война Войной Айбет По расписанию Да Если женщина Любит По-настоящему И хочет Уйти из жизни Потому что Эта любовь Невозможна Она не бросится С 24 этажа Вниз головой Да Потому что Она хочет Чтобы на ее Покоронах Объект Любви Плакал Лучше всего Бился головой Об стенку И кричал Как я ее Не ценил Такие Такие Фантазии У нее Так вот Как я вам Уже сказал Это Невротическое Расстройство Как бы Смертельное Получается Да Дающие Огромное Количество Смертей Ну Я не знаю Какая у нас Аудитория Большинство Наверное Психологи Да Нет Есть Психологи Или педагоги Ну люди близкие Врачи Киллеры Это близкая профессия Не просто публика Потому что Ну У Просто публики Неудобно Она не Публика Не обязана знать Сколько Людей Совершают В городе Москве Завершенные Самоубийства Да А вот Психолог Обязан Наизусть Знать Фамилии Имена Не обязательно Общие цифры Примерно В Москве Уходят Из жизни Добровольно Полностью С концами Это завершенное Самоубийство 5600 человек 5700 Вот так Колеблется Из них Примерно Полторы тысячи Женщины Потому что Самоубийство Завершенное В год В год Конечно Самоубийство Считается В год На данный город Это не так много Ну правда И немало Да Что Ну Оно и растет Конечно Оно было Даже больше Дело в том Что всегда Статистику Московских Самоубийств Портили Провинциалы Потому что Некоторые Интеллигенты Приезжали Чтобы сброситься С 24 Этажа Вниз Головой Ну решительно На уши Чтобы Я не шучу Так оно и было Примерно Тысячи Вот когда я был Молодым врачом Примерно Тысячи Самоубийств Это были Самоубийства Провинциалов И провинциалов Которые Специально Приехали Не только Потому что Есть здание Там в 25 Этажей Да Но еще Потому что Это Москва Все таки Красивее Да Летом Осенью И так далее Теперь Везде Понастроили Высотных домов И тот Кто хочет Уйти Из жизни Может Сделать Это в своем Родном Городе У меня Например Был Клиент Из города О котором Часто Говорят По телевидению Он называется Амбросиевка Но я сам Оттуда родом Не из этого города А из соседнего Его называют Амбросиевка Очень интересный Очень милый Интеллигентный человек С жесткими депрессиями Которые его Прижимали Значит Он пытался Там покончить Самоубийством Самое высокое Здание Пятиэтажка Он бросался Это было много лет назад Но если вниз Головой бросится С советской Пятиэтажки То ничего с тобой Не случится Асфальт Да Ну Травмы Небольшие Вот Он пытался Повеситься В квартире В этой же Пятиэтажке Но крюк Может удержать Только небольшую люстру И он приехал И он приехал В Москву И бросился Из квартиры Родственников С двенадцатого Этажа Но головой Пропопал В машину Много чего Себе переломал Но не голову И кстати Абсолютно Оставил Эту идею После После всего Так вот Тысячу пятьсот Завершенных Самоубийств В год Женщин В возрасте От двадцати пяти До тридцати пяти лет Господа Это Все-таки Большая цифра Согласитесь Да Поэтому Это расстройство Надо Изучать И лечить Запомните Еще Профессионалы И не профессионалы Запомните Такую простую вещь На одно Завершенное Самоубийство Приходится Семь Суицидальных Попыток Далеко Не всем Людям Удается Покончить С собой Это не так Просто Как кажется Это Только в Голливудских Фильмах Просто А так Надо найти Место Соответствующее Накопить Лекарства Лекарства По рецептам Принять Так Чтобы в квартире Никого не было И никто Не пришел В общем Нелегко Если Про самоубийство То есть Но у нас Лекция сегодня О другом Для того Чтобы удовлетворить Ваше любопытство Скажу С тех пор Как существует Наука Суицидология И считается Самоубийство Мировой столицей Самоубийств Является Берлин Был он Западным Был он Восточным Не важно 62 на 100 тысяч Населения В год Да К этой цифре Не приближается Никто И ничто Ну и слава богу У нас в общем 34 в стране На 100 тысяч Почему никто Не знает Вот Но я сейчас Говорю о самоубийствах Только в связи С Расстройством О котором Мы говорим Из чего складываются Клинические Проявления Любовной И сексуальной Зависимости Ну при расставании Конечно уже Когда Какие-то встречи Происходят Это прежде всего Напряженные Ожидания В тревоге С повышением Артериального Давления С Мышечными Спазмами И Соответственно Болями В области Шеи С Нарушениями Месячного Цикла Потому что Если ты Неделями Ждешь Телефонного Звонка Или Несколько Дней Даже И сжимаешься Вся То это Не пройдет Для Генитальной Системы Это Не пройдет Бесследно Это Подъем При встрече С любимым Человеком И Это Тяжелые Депрессии Когда Эти встречи Прерываются Или Откладываются Ведь в большинстве Случаев Вот практически Кто к нам приходит На прием Была у него Большая любовь Взаимная У девушки 25-27 Не больше Лет Потому что Большая любовь После 27 Это вещь Уже Редкая Да Все-таки Основное Время Для любви Это Четвертый Пятый Шестой Курс Я расскажу Почему Вот И Вот Они встречаются Теперь Уже Гораздо Реже И Чаще По Ее Настоянию И Вот Вот С Каждым Днем Ожидания Ее Депрессии Становятся Мучительнее Я Б Сказал И И И Следователи Как я Вам Уже Сказал Господа Эта Патология Любовная Сексуальная Зависимость Является Предметом Многочисленных Исследований Когда-то Вообще Был бум В 85 86 Году Половина Всех Книжек По психотерапии Вышедших В Соединенных Штатах Посвящалась Любовной Депрессии Это Под руководством Робин Норвуд Вот Был такой Бум Потому что Никто Не мог Понять Да Психотерапевты Работают Исследования Ведутся Да А Огромное Количество Самоубийств И огромное Количество Смертей Во сне Так вот Депрессия При Любовной Зависимости Она Носит Особый Характер При ней Появляется При такой Депрессии Появляются Хронические Боли В области Сердца Как будто Там кусочек Металла Естественно Москвичка Тут же Идет Кардиологу Тем более Что в поликлинике Это бесплатно ЭКГ делают ЭКГ и делают Естественно Ничего не находят Она говорит Мне сильно Болит сердце Мне сердце Болит так Что вот Я могу ходить Но уже Сесть Или тем более Согнуться Мне трудно У меня такое чувство Что у меня Пуля Или кусочек Металла Да Ее исследуют На более новом Электрокардиографе Или Дают Электрокардиограмму Не врачу Который Недавно Приехал Из Владикавказа Закончил Владикавказский Медицинский Институт И читает У нас В поликлинике Электрокардиограммы Не с той стороны С той стороны Правда Начинает И не твердо Выговаривает Слово Электрокардиограмма Но тем не менее Старается Во всяком случае А дают Настоящему Специалисту Пенсионного Возраста Желательно Он тоже Ничего не находит Ни на электрокардиограмме Ни на УЗИ А ощущения Эти есть Это так называемые Телесные галлюцинации Синестопатии Они называются И вот на фоне Такой Боли И совершается Суицидальная попытка Это сочетание Депрессии С болью При этом нет Отдышки Она может Сколько угодно Ходить Она может Даже бегать Бегать ей не хочется Она сидит И ждет звонка Сегодня Слава Богу Есть Сотовые телефоны А вы представьте Как выглядела Любовная зависимость До появления Сотовых телефонов Интеллигентная девушка Приходила с работы И садилась у телефона И вздрагивала От каждого звонка Если звонок был От любимого человека Она в чем была В том и бежала У меня была Клиентка У которой была Такая любовная зависимость Что когда он Наконец позвонил Через неделю И сказал Что он уже Подъезжает на машине И заберет ее с собой И проведет с ней вечер Или ночь Я уже не знаю Как они планировали Она жила Естественно с родителями Но дома никого не было Во всяком случае Ее никто не видел Она надела Дело происходило в ноябре Шапку Но была в тапочках И в тоненьких колготках И пошла навстречу машине И села в эту машину По дороге Она не замечала К вечеру у нее возникла Тяжеленная пневмония Она пролежала в больнице Несколько недель Ей доставали Доставали Какие-то немыслимые Антибиотики Она умная девочка Вообще Педагог Да Она говорит Что я не чувствовала холода Ну мне надо было пройти Ну вот Как до входа в музеон До его машины Да Да это была сплостная лужа Я понимала Там какие-то Вода Какие-то Льдышки Там лежали Я в общем заметила Что я в тапочках Я шла к машине Но я не чувствовала Холода Вот Такие Особые состояния Развиваются При Любовной Зависимости Любовное Чувство Взаимная Любовь В жизни Бывает Примерно У 75% Людей Правда 25% Людей На любовное Чувство Не способны Они способны На привязанность На дружбу Они способны Дарить подарки Приносить домой Зарплату Это не важно Важно Что То что мы Называем Романтической Любовью С эмоциональным Подъемом Идеализацией Всем набором Которые Есть в любви Вот на это Чувство Они не способны Слава богу Есть все таки Какие-то Другие Люди Но У 75% Людей Большая Любовь Встречается Вообще У нормального Человека В жизни Обычно В среднем Три любви Во всяком случае У мужчин Две Средненькие И одна Большая Максимальная Это совершенно Не значит Что он На объекте Максимальной Любви Женился Или что С этим объектом Было лучше Но каждый Про себя Знает Какой женщине Я испытывал Максимальные Чувства У женщин Как правило Меньше Все таки Одна Две Потому что Все таки Для возникновения Полноценного Любовного Чувства Нужна Некоторая Свобода А если У тебя Двухлетний Ребенок Которого Надо Кормить То это Очень Отвлекает Все Считают Что Любовь Это Состояние Любви Это Некое Эмоциональное Состояние Это Некое Вот такой Эмоциональный Феномен На самом деле Как показывают Исследования Это не так Любовь Состоит Из двух Компонентов Мы сейчас С вами Отвлечемся От мыслей Почему Они возникают Это Гораздо Более Интересно К Какому Либо Определенному Человеку Эти Мысли И чувства По отношению Почему Эта Мысль Возникла По отношению К Васе А по отношению К Пете Который сидит С ним В институте За одной партой И точно так же Пьет пиво После Да После занятия И точно Такой же Троечник Да И ничем не отличается По отношению К Пете Она совсем не возникла Хотя Петя Тоже вообще Хороший парень Это вопрос Это вопрос Пока нерешенный Очень сложный Ну Я надеюсь Что вы доживете До того Пока его решат Они следуют Конечно Эти вопросы Ребята Главная Основа любви Это идеализация Объекта Типа Типа Вася Объект Типа Вася То есть Приписывание ему Каких-то Высшей степени Положительных Качеств Ну что здесь Интересно Господа В большинстве Случаев Больше половины Случаев Мы ведь Влюбляемся С вами В людей Которых В общем Знаем Правда Конечно Бывают случаи Внезапной Любви К незнакомому Человеку Ты пришла На дне рождения В другу В углу Стоит молодой Человек Знакомый Друга Ты его никогда Не видела Он курит О чем-то Думает Так глубоко И он тебе показался Умным Добрым Каким-то Глубоким Содержательным Ну в общем Понятно Что он курил Ты это все Приняла За философский Склад ума Когда выпила На дне рождения Еще две рюмки Он тебе показался Уже и красивым Но он похорошел После двух Двух сигарет Такое бывает Но считают Что это примерно 35 процентов Всех любви Да В большинстве Случаев Мы общаемся Общаемся С человеком В группе Учимся На работе Может быть В доме И вдруг Замечаем Что какой-то Он стал Привлекательный Что как-то Он умно Говорит Он говорит Точно так же Как и раньше И то же самое Что раньше Хотя бывает Что и поумнел От жизни В соседнем Подъезде Вот И в общем Мы его начинаем Выделять Этого Молодого Человека Женщины Начинают Выделять Одновременно Она Если например Это очень часто бывает Вы с ним Проучились Три года На четвертом Он вам Станк казаться Умным Он вам Кажется Умным Добрым Глубоким Содержательным При этом Вы с ним Уже три года Отучились Это уже Четвертый курс Вы знаете Оценки В зачетке Это тройки И четверки Вы не раз Слышали Его глубокие Выступления На семинарах Ибо Изо всей группы Умным Тем более Добрым Тем более Трудолюбивым Он кажется Вам одной Но вы уверены Что это так Просто вы это Чувствуете И это проявится Со временем А другие Козлы Ну не соображают И подружки Говорят Ну с чего ты Решила Что Вася умный Его никто никогда Не видел С книжкой А вот Мы когда беседуем Он цитирует Каких-то авторов Ну наверное Что он их читает Где-то Книжки Он-то на самом деле Из ленты Фейсбука Выбирает Какие-то Остроумные вещи Ну Тем не менее Этот процесс Происходит Второй Очень важный Процесс Это представление О том Что только С данным Васей Петей Или Колей Я могу быть счастлива Для этого Психологического Качества Существует Совсем Неуклюжее Слово Уникализация Но ничем Да Ничем иным В русском языке Нет такого слова По-английски Или по-французски Оно нормально То есть Вот Речь идет Не только о том Что он вообще Замечательный Умный Хороший Добрый человек Но то Что я Именно с этим Человеком Я смогу быть счастлива До конца жизни Конечно Я представляю себя Не сумасшедшее Я представляю Что у меня может Не сложиться С этим человеком Даже если у нас Сейчас есть Взаимная любовь А мы сейчас Говорим Ребята Только о любви Взаимной Потому что Иначе Все о чем я говорю Оно не разобьется Если это Любовь Односторонняя Даже если Молодой человек Как-то к вам Хорошо относится То полного развития Любовного чувства У вас не будет Оно нуждается В поддержке Значит Ну Давайте запишем Вот это второе Второй компонент Как единственность Единственность Для дальнейшей жизни Вот только с Колей И ни с кем Слава Богу Что у нас Мужчин Вот этот Второй компонент Он выражен Очень скромно Мы полюбили Клаву Мы считаем Что Клава Вопрощение красоты Ума Трудолюбия Длинных ног И так далее Хотя точно знаем Ее рост Да Вот как можно считать Женщину с ростом Метр шестьдесят два Обладательницей Длинных ног Если ты знаешь Что у нее метр шестьдесят два Да И при этом Говоришь Что у нее Длинные ноги Но в период любви Это возможно У мужчин Идеализация Тем более у женщин Как можно называть Человека С весом Девяносто килограмм Подтянутым Да Ну вот у него есть Трешний вес Но при этом Он какой-то подтянутый Да Вот А вот это Вот это представление О единственности У нас мужчин Оно очень Очень слабое Мы считаем Что да Вот я полюбил Клаву И мне кажется Что на протяжении Совместной жизни Я с Клавой Буду счастлив На сто процентов Ну от возможного Да В браке Но если Клава Не захочет выйти За меня замуж И будет продолжать Свои шашни с Махмудом То я наверное Женюсь на другой Женщине Я не буду счастлив С ней так Как с Клавой Но это будет Каких-то 82 процента Или может быть 78 То есть в общем Оно у нас тоже есть Но слабее Вообще настоящая любовь Это все-таки Исключительно женское чувство Большая Любовь Господа Что получается Вот если это Взаимная любовь Да То есть она подпитывается Ты К Васе всей душой И он к тебе Всей душой Получается Что обычная Российская женщина Студентка Или молодой специалист Рабочие завода ЗИЛ К нам не ходят Ну и слава богу Да Женщины рабочие Еще Их нам не хватает Принимать Вот мы Наши клиенты Это люди с высшим Или средним Специальным образованием Как правило С высшим Средний слой Среднего класса Высший слой Среднего класса Нижний слой Верхнего класса Который равняется Высшему слою Среднего класса Да Так вот смотрите Обычная Российская девушка С каким-то жизненным опытом Правда На четвертом Пятом курсе Да В том числе И опытом Увлечений И опытом Связей Любовных Сексуальных Других Приписывает Обычному Российскому Нормальному Нормальному Неуголовнику Пока Да Совершенно Необычное Качество Да Он и умнее Чем он есть И добрый И у него Впереди Замечательная Карьера И верный Он И так далее В отличие От других Господа Конечно Это не может Продолжаться Долго Она же На самом деле Это сверхценное Расстройство А если они уже Не поддаются коррекции Патушка говорит Ну что ты все время Считаешь его умным Ты с ним Проучилась Четыре года Вместе У него тройки Четверки Он никогда На семинаре Ни разу не выступил Так чтобы это было Вообще интересно И на пять А он не раскрывается А вот когда мы с ним Гуляем по набережной Москва-реки Или в постели Лежим Он такой умный Особенно в постели Все еще увидят Все еще увидят Какой он умный Так вот Господа Если называть вещи Своими именами То приписывание Нормальному человеку Каких-то высшей степени Положительных свойств Есть бредовое расстройство Краткосрочное Болезненное состояние Но Вместе со всеми Этими двумя мыслями Вот они Фундамент На их почве Появляется Эмоциональный подъем Усиливается работа Вегетативной системы Коля просто подошел К тебе А ты вся Не только в поту Но и во всем другом Тоже Да У тебя есть опыт Поцелуев Да Но оказывается Что когда ты целуешься С Колей У вас просто любовь Еще ничего не было Но белье надо менять Потому что оно Не подлежит восстановлению Во всяком случае Я понимаю Что вы все молодые Было время Когда не было прокладок И влюбленные девушки Сразу снимали Колготки И колготки И белье Потому что Оно действительно Не подлежало восстановлению А если подлежало восстановлению Это была не настоящая любовь Масса вегетативных симптомов Это и учащенные мочеиспуска И учащенные Потоотделения Но гораздо больше положительных симптомов В любви Это подъем настроения Это улучшение интеллекта Вам 23 года Вы долгое время Пытались запомнить Сколько человек В футбольной команде Потому что там Друзья Родные Смотрят Смотрят телевизор И вообще Что это за игра Вася вас один раз взял на игру И вы до конца жизни Запомнили Сколько человек В футбольной команде И футбол вам понравился Особенно если Вася два раза Вас взял Вася давно эмигрировал И живет в Австралии Да, вы с ним даже не переписываетесь Но вы продолжаете любить футбол И точно знаете Сколько человек В футбольной команде Это доказано исследованиями Не только на футболе В принципе На это время Повышаются умственные способности Если говорить Более научно И более конкретно То на эти несколько месяцев Но до 9 месяцев Происходит мобилизация Всего организма Интеллектуальной сферы Эмоциональной Вы стали наблюдательнее Влюбленные меньше спят Но вполне выносливы Как в слушании лекций Так и в сексе Правда? Ученые всего мира И я вместе с ними И даже Владимир Павлович Присоединился к нам Хоть он человек суровый Думают А зачем вообще Природа Ну мы не знаем Что это Вообще появилась любовь Сегодня главное представление Оно очень простое Главная гипотеза Она такая Любовные чувства Это второй шанс Для женщины и мужчины Ведения хорошей интимной жизни Если хотите Повышение своей чувственности То есть Примерно Половина женщин Подошли Молодых женщин Подошли к состоянию любви С сексуальностью На уровне троечки Целоваться ей нравится Поцелуи в груди ей нравятся Ласки ей нравятся Даже секс ей нравится Но только нет Настоящего охвата Наслаждениями До оргазма далеко Как до луны И ты думаешь Что когда ты В девятом классе Тайком от мамы Читала книжки о сексе То тебе казалось Это как-то лучше Чем Чем есть на самом деле Почему? Потому что Коротко скажу Потому что Девочки Подошли к своим 23-24 22 годам С недостаточно Развитыми Физиологически Не анатомически Половыми органами Путь к сексуальному Наслаждению Это мастурбация В старших классах Самоудовлетворение Нет самоудовлетворения В старших классах Не будет у вас Оргазма Наслаждение сексом Может будет Потому что Именно Это самоудовлетворение Когда у девочки Подростка Много гормонов Больше чем у взрослой Женщины Готовит Вагинальную трубку Да Рецептор вагинальной трубки Нервные окончания К наслаждению Если ты не притрагивалась Пальцами Вибратором Паяльником Не важно чем Что тебе Да То откуда Эти рецепторы Разовьются Правда Им надо ведь Не только вырасти Им надо наполниться Улучшить обмен веществ Ты вступаешь в интимную жизнь И что-то ты чувствуешь Но словом Наслаждение Это не назовешь И это не назовешь Словом Охватывание Да А И когда ты подошла К этому четвертому Курсу И к вам Большой любви Да То У тебя Уже не 15-16 лет Когда у тебя гормонов Больше чем у взрослой Женщины Конечно Ты по-прежнему Занимаешься Самоудовлетворением Ну меньше чем В 11 классе Да Не три раза в день А только один Не два раза А только один В 11 классе Уважающая себя девушка Должна два раза в день Заниматься Самоудовлетворением Ей должно хотеться Этого Тогда она все разовьет И вступит в интимную жизнь Подготовленной А так она в интимную жизнь То вступила А ее рецепторы спят И все ее сексуальные наслаждения Они крайне скромные Да Но Вот этот эмоциональный подъем Который вызван Двумя этими идеями Вот это Подъем артериального давления Улучшение обмена веществ Улучшение работы мозга Все это Повышает И работу ее рецепторов Улучшает И работу центра спинного мозга Который отвечает За оргазмную разрядку И работу таламических бугров В головном мозгу И Девочка которая Ну как положено С 11 класса Вела более или менее регулярную Половую жизнь С разными лицами Как из своей школы Так и из соседней А также иногда с учителем физкультуры И девочка которая Уже вообще смирилась С мыслью Что Ну не такая я темпераментная Да вот я люблю секс Мне хорошо Мне приятно Но вот Словом наслаждение Это не назовешь Да я получаю удовольствие от секса Я доставляю удовольствие Своим партнерам Ну вот Те безумные восторги Про которые мне рассказывает Моя подружка И те безумные крики Которые я слышу Когда остаюсь ночевать У подружки Вот мне очевидно не дано Оказывается Что вот На высоте Этих чувств Сексуальное функционирование Говоря научным языком Система сексуального наслаждения Она не совпадает С системой Воспроизводства С половой системой То есть она совпадает С ними анатомически Да Она находится там же Но это несколько Другие рецепторы Это несколько Другие нервы Это несколько другие центры Это несколько другая работа Это особая система Сексуального наслаждения У нас есть с вами Система дыхания Сердечно-сосудистая система Правда? Костно-мышечная система Мочеполовая система Правда? Есть система сексуального наслаждения Так вот Эта система сексуального наслаждения Она начинает интенсивно работать Прежде всего она, потому что идеализация объекта. И эта девочка, которая, может быть, уже на себе и крест поставила, или ожидает еще от себя сексуальных подвигов, она эти сексуальные подвиги совершает неожиданно для себя после занятий с Васей, который сексуальным гигантом не является, хотя и объект ее любви. Может быть, в процессе подготовки экзаменов, когда и усталые, и не досыпали, ее охватывает сексуальное наслаждение, и она достигает вершины близости. То есть вот тем, кто пропустил мастурбацию, природа дала второй шанс. Больше не будет. Третий шанс врать сексолог. Я не шучу, я говорю совершенно серьезно. Потому что если на фоне большой любви ваши сексуальные ощущения не улучшились, дорогие, то этот шанс – это все-таки 9 месяцев, 10 месяцев, может быть, 12 месяцев, не больше у вас существует, пока существует эмоциональный подъем. Вы не думайте, пожалуйста, что если вы с Васей или с Петей будете продолжать жизнь, то у вас появится то, что не появилось в эти 9 месяцев. Не надейтесь, это уже только к сексологу. То есть на самом деле бывают исключения. Система сексуального наслаждения зрела-зрела, пока вы встречались с Васей. Потом Вася уехал работать во Владивосток, вы с ним только переписываете. А у вас с Петей появилась оргазмная разрядка. Пете очень нравится, вам тоже. Единственное, кому не нравится, это Вася во Владивостоке. Такое бывает, но очень редко. Так что, ребята, господа, здоровый человек не может долго оставаться в болезненном состоянии. Правда? Он может впасть в болезненное, ну, в общем, бредовое состояние, если говорить. Правильно, ребята, по-научному это называется инкапсулированный бред. То есть обычного советского человеку Вася, извините, вы, может, не Вася, вы, скорее всего, не Вася. Вы считаете светлым гением всего человечества на протяжении 9 месяцев. Но во всем остальном вы нормально ориентируетесь. Вы знаете курс рубля и доллара, и вы не ждете, что завтра рубль будет. Будет стоить, доллар будет стоить 43 рубля. Правда? Вы даже не ждете, что он будет стоить 44 рубля. Правда? Вы знаете цену. Вы знаете, что вам на занятиях 9 часам. То есть, ваше бредовое состояние распространяется только на одного человека. Его вы идеализируете и делаете единственным. Но здоровый вы же у вас нет гена шизофрении. Я, во всяком случае, таких не вижу сразу. Владимир Павлович, вы как? А, все у нас здоровые. Да, да. Ну, если Владимир Павлович не видит, он вообще часто видит агент шизофрении. Так вот, здоровый человек не может долго находиться в болезненном состоянии. Вы общаетесь с Васей, вы сталкиваетесь с реальностью, и постепенно приходите к выводу, что не такой он умный, как вам казалось, не такой он добрый, не такой высокий, и даже не такой голубоглазый, и вообще не голубоглазый. И семья у него не такая благородная, и собака у него не такая замечательная, и пахнет от него не так хорошо. То есть, вот это состояние романтической любви, оно, как правило, либо перешло в привязанность, это уже реалистическое, да, вы осознаете его недостатки, вы не приписываете ему достоинства, но вы его любите такого, как он есть, это другая любовь, от этой любови оргазма не появится. Да, это то, что правильно назвать супружеская любовь, независимо от того, супруги вы или нет. То есть, вы его любите из-за недостатки тоже привязаны, либо переходит в равнодушие, либо некоторые неопытные, у которых де-идеализация произошла в первый раз, приходит во вражду, да, будто Вася ей говорил, что я умный. Она сама его объявила умным, добрым, красивым, высоким, голубоглазым, благородного происхождения, он сам ничего по этому поводу не говорил. И она же на него обиделась, что это оказалось не так, что он оказался не таким. Но все-таки у большинства людей, вот 43 года назад, когда я начинал работу, так называемая агрессивная де-идеализация, или, как говорил мой великий учитель, академик Ковалев, а начинал я работу в провинции, агрессивная де-пьедестализация, потому что женщина возводила мужчину на пьедестал, она была обычным, да, обычным делом. Я его очень любила, а теперь я его ненавижу и не позволяю ему встречаться с ребенком. Говорили 9 из 10 женщин с этой проблемой на приеме. Сегодня женщина говорит, я его любила, теперь мы друг друга не любим, но мы относимся друг к другу как друзья, и на субботу и воскресенье он забирает ребенка. Есть такая статистика, что если сексуальные отношения в Москве после развода к 80-му году поддерживала только одна пара из 10, то теперь каждый четвертый считают, что значительная часть посещения ребенка предполагает и половой акт с бывшей женой. Ну, как проводятся такие исследования? Считают это ученые, разумеется. Нет, те мужчины, которые приходят к ребенку, к бывшей жене, они тоже так считают. Но это делается просто, ребята. Это западные фирмы, в основном это дорогие исследования. Это согласие клиента. На него, как правило, в ягодицу крепится жучок. Подгоняется автобус к дому, внизу небольшой. Он все ловит. Те, кто в автобусе не знают фамилию, адреса и так далее, он там у них, объект номер 4. И вот объект номер 4, они слушают. Он действительно полтора часа играл с ребенком. Потом как-то ребенка не слышно, а слышны совсем другие звуки. Звуки эти продолжаются столько-то времени. Я знаю в своей практике пары, которые поддерживали сексуальные отношения после развода и расставания, разъезда на протяжении 10 лет. Уже у каждого была новая семья. Но все-таки она же чужая жена уже. – Новые мужья в это время на работе? – Ну да, если они есть. Некоторые не находили новых мужей под кроватью. Некоторые находили, бывали скандалы по этому поводу. Но это, кстати, между прочим, господа, мы смеемся над этим, но мы не понимаем, почему это происходит. Мы знаем факт. Расходятся люди через 7, через 10 лет. Ну, кажется, они друг другом уже насладились. Дело же не в том, что там они перестали любить друг друга, да? Или хотят жить вместе. Но уж сексуальный опыт у них друг с другом огромный, да? Намного больше, чем с любовницей, правда? У всех людей сексуальный опыт с женой больше, чем с любовницей, потому что приходишь, что ты домой. Ну, как правило, да? И зачем им, разведясь, продолжать интимные отношения? Ну, есть разные гипотезы, есть разные исследования, но поскольку, как вы понимаете, исследования очень сложные и дорогие, за такой визит 250 долларов платят в Москве с жучком в одном месте. Ну, иногда ставят наоборот, любят, Фальцер, например, любят ставить в квартире маленькие видеокамеры. Ну, это все анонимно, да? Исследования производятся анонимно. Те, кто делает исследования, не знают фамилии. Они могут знать возраст. Имя, поскольку оно произносится. Мы немножко с вами отклонились, да? Так вот, господа, у нормального человека должна произойти деидеализация. Это, кстати, касается не только любви. Это касается многих других отношений, когда происходит деидеализация. Это сумасшедший, который однажды понял, что часть прохожих на улице и вообще часть жителей Москвы – это марсиане. Он не осознал, и независимо от того, бросается ли он на них с топором, или пишет Собянину, или тихо ходит между ними. Разная есть форма поведения. Но переубедить его, что не каждый четвертый москвич-марсианин уже нельзя. Ну, то есть, конечно, нейролептики годами, электросудорожная терапия хорошо помогает, но тоже не всех. Так у тех, кто болен шизофренией, у них, когда бред возникает, он не поддается коррекции. Если человек решил, что жена решила его отравить, то переубеждать его бесполезно. И даже есть его еду, он говорит, что она приняла противоядие. Но здесь речь идет о бредовом расстройстве у обычного советского человека, здорового. И поэтому оно заканчивается. Но не у всех. Без всякой шизофрении. Шизофрения – это заболевание, связанное с геном. Изменения в мозгу, особые биохимические изменения, не дают этим идеям уйти. У части женщин вот эти две идеи остаются. Вот так и возникает любовная зависимость. То есть им по-прежнему кажется, что не 9 месяцев, как положено, не 8, не 10. Любовь не длится, романтическая любовь, больше 8-9 месяцев. А какие-то 3-4-5 лет он ей кажется светлым гением всего человечества. Она его ждет. И он единственный мужчина, который для нее существует. 43 года назад я был молодым врачом. И если женщина находилась в состоянии любовной зависимости, то считалась с хорошим тоном больше ни с кем не спать. Иногда, 8 марта, если он с тобой редко встречался, теперь социум изменился. Если ты хочешь быть достойным членом социума, то у тебя все-таки должен быть сексуальный партнер. Если Вася уехал в Хабаровск, ты можешь писать Ваше теплые письма и ждать его, и как угодно. Но ты обязана с кем-то ходить в кино и с кем-то ложиться в постель. Независимо от того, что ты чувствуешь в постели, это твое личное дело. Иначе социум тебя не примет. Выродком быть никто не хочет. Поэтому сегодняшняя Люба Галичка ведет интимную жизнь, иногда скромную, иногда пытаясь избавиться от зависимости, но она, тем не менее, остается в состоянии зависимости. Я видел примеры, когда по первому звонку, вот как я вам говорил, женщины куда-то летели, куда-то неслись, не одевшись, не взяв документов, бросив ребенка. Много раз видел, как забывала просто ребенка. У меня была Люба Галичка с двумя высшими образованиями. Действительно, очень умная женщина. Очень умная. Влюблена она была во француза. Он устраивался в гостинице и тогда ей звонил. Она оставляла пятилетнего ребенка, очень хорошего мальчика, со словами француза у нее спрашивала, как ты на ночь оставляешь ребенка без никого. Ему же в туалет надо ходить. Она говорила, что он у меня очень взрослый. Я ему говорю, что меня ночью не будет. Он знает, как себя вести. В результате мальчика пришлось, у него развились страхи, естественно. Его пришлось положить в детское отделение психиатрической больницы. А француз сказал, что я с тобой встречаться не буду. Он ее уговаривал не оставаться на ночь или поехать вместе на ночь. Но она ни за что не хотела. Она отдала ребенка отцу. и ищет новую любовь. А к французу она добралась во Францию. Как-то его нашла, у нее не было адреса. Адрес был электронной почты. И выяснялось с ним отношение так, что пригороды Парижа это помнят до сих пор. Крепенькая такая. Давайте теперь поговорим о сексуальной зависимости и о раздвоении личности в этом феномене. Сексуальная зависимость – явление гораздо более редкое, все-таки, чем любовная зависимость, но тяжелое. Конечно, сексуальная зависимость всегда возникает из любовной. Не бывает сексуальной зависимости, если вначале не было хоть какой-то зависимости любовной. Любви и любовной зависимости. Но вот женщины с любовной зависимостью современные, как я вам говорю, 40 лет назад женщина с любовной зависимостью ни с кем не спала. Подружки ее уговаривали, приводили мужчин. У меня был случай просто в жизни, когда подружки молодую женщину адвоката, объект любви, который уехал за границу, они ее связывали и в праздники, и заставляли заниматься сексом с другими адвокатами, которые нравились, у нее были хорошие адвокаты, а сама она замечательная женщина. Она развязывалась после этого и говорила, ну что, видели? Ну я отдалась. Да, мне не жалко, но я ничего не почувствовала. Ни плохого, ни хорошего. Он хороший парень, я с ним готова ходить в кино, если он согласится после того, как я 15 минут лежала как бревно. У меня нет к нему никаких претензий. Замечательно. И вел себя со мной очень хорошо, но я просто не чувствовала. Но, господа, вот ловушка этой любовной зависимости и вообще любви, что у некоторых женщин складываются совершенно феноменальные сексуальные отношения. Ну, прежде всего, это очень острые ощущения во время фрикций. Ощущения, которые на нашем сексологическом языке называются охватывающие наслаждение. То есть, женщина не чувствует ничего, кроме потока водострастных импульсов, исходящего из половых органов. Если вы спросите у нее, где в это время была там 7 минут, продолжалась близость, где были твои руки, она не скажет. Партнер, скорее всего, тоже не скажет. Вообще никто не скажет, если видеокамеры не снять. Вообще неизвестно, где находились руки. У нее складывается очень яркая оргазменная разрядка и не просто яркая, а особая. Так называемая разрядка с висцеральным акцентом. То есть, хорошая разрядка и даже отличная разрядка обычная. Пик близости. Мы называем оргазм, разрядка, пик близости, синонимы. Чтобы не говорить все время оргазм, оргазм, оргазм. А главное, не писать так. Она предполагает сокращение больше половины мышц человеческого тела. Если у кого-то меньше, то надо еще работать над собой. Это примерно 30 секунд судорог. С последующим коротким сном. Если у кого-то нет короткого сна, хотя бы короткого, то это еще тоже не ваша вершина. Вы еще где-то на пути. Больше двух часов спать не надо. Это, конечно, перебор. Человеку пора домой уходить. Потом, может быть, человека кормить пора. Может, его дома не кормят. Или кормят плохо. Но на пике любви здесь надо, чтобы совпало несколько обстоятельств. Чтобы к пику идеализации она подошла на пике физической формы. Чтобы в это время у нее не было проблем, которые как-то ее отвлекают. Потому что, представьте себе, большая любовь, замечательный секс, но у нее тяжело больна мама. И ей надо потом к маме. Она знает, что после всего этого замечательного надо к маме. Или ребенок двоечник, первоклассник, второклассник. У тебя оргазм, а у него двойки. Но, если так совпало, что они оба подошли одновременно к пику любви и близости, то получилась совершенно особая оргазменная разрядка. С так называемым висцеральным акцентом. Название не очень удачное, но, поскольку мы не очень пока хорошо знаем, это не так просто исследовать то, что происходит в оргазме. Это очень тонкие электрофизиологические и биохимические исследования. И датчики вы понимаете, сами понимаете, куда ставятся. Да? Не в уши. Мы многое знаем, но еще не все. То есть, кроме сокращений больше половины мышц человеческого тела, вообще при нормальном оргазме, я думаю, когда-нибудь это будет, мы будем нормальным считать оргазм, при котором шевелятся уши. Потому что здесь есть у нас редуцированные мышцы. Сейчас это есть у 10% женщин. Да? Но, надеюсь, что когда-то у всех уши будут шевелиться более или менее сильно. В разрядке, не в самом половом акте. Да, так вот, ну, может быть, через 100 лет наука достигнет таких вершин, что уже в самом половом акте наслаждения и судороги будут такими, что будут шевелиться уши. Я серьезно говорю, ребята, не шучу. Да, наука над этим работает. Женской Виагры пока нет. Слава Богу. И мы еще можем заработать себе и на загородный дом, и на новый джип, потому что, когда появится женская Виагра, придется довольствоваться тем, что есть. Нет, на жизнь мы, конечно, заработаем, да? Но, слава Богу, поскольку женская сексуальность очень сложная и трудная, женская Виагра появится не скоро. не скоро. И так вот от мужской Виагры много потеряли. Нет, я имею в виду, мужчину-то выиграли, сексологи потеряли. Теперь масса людей лечится Виагрой сами и вполне успешно. Если разумно это делают, там два раза в неделю принимают такую дозу, как они себе подобрали, нужную. Другое дело, что советский человек, он же не хочет быть хорошим любовником. он хочет быть отличным любовником. У нас же супер вообще заниматься с ней сексом так, чтобы после его ухода она не вышла два дня на работу и до туалета добиралась с трудом. Если вы заметили в аптеках, когда 10 лет назад, 12, у нас стало в первые продаваться Виагра, были три дозировки 25, 50 и 100. Пойдите в аптеку, 25 уже в Россию не поступает. Просто ферма Пвайцер не завозит. Российский человек 25 миллиграммов не берет. Он выше этого. если сам назначаешь пациенту 50, знай, что он принял сначала 100. Он же советский человек, он думает, что 100 это в два раза больше 50. На самом деле это не так. На каждый вес и на каждую сексуальность положена своя доза. Но у него мышление такое. оргазменная разрядка это прежде всего судороги. Это судороги вагинальной трубки, это судороги мышц. И за этим идут изменения в головном мозгу связанные с эйфорией. Как правило, чем сильнее судорог, судороги, тем из таламических бугров больше вырабатывается, больше выделяется, не вырабатывается, это я неправильно сказал, а выделяется так называемым эндоморфином. Ну, господа, это такое красивое название эндоморфины, а на самом деле это просто морфий обычный, тот, который в задницу колет при операции. Только выделяется он в самом мозгу и действует, его не надо в задницу колоть, он действует непосредственно на те структуры, которые и дают эйфорию. То есть возникает хорошее эйфорическое состояние. Сегодня для такой разрядки в сексологии даже нет названия. Вот в позапрошлом году была конференция в Праге по этому поводу, множество предложений высказывалось, как ее назвать, потому что мы с ней сталкиваемся, во-первых, только в последнее время, во-вторых, она исследована недостаточно, что в ней происходит конкретного такого, мы понимаем, что усиливается перистальтика кишечника, и возникают даже судороги кишечника. Мы понимаем, что происходит сужение сосудов, мощное, из-за которого усиливается эйфория, но многого мы не понимаем. Одно, как сексологи, мы понимаем, что женщина, испытавшая такую разрядку, с другими спать не будет. Или, если будет, то за деньги, или по просьбе, и так далее. То есть, женщины, которых исследуют, разница в ощущениях, она примерно один к десяти. И она предпочитает раз в десять дней, или раз в месяц, ложиться в постели с Колей, которая приезжает из Хабаровска раз в месяц, чем по средам и субботам, как положено в Москве, спать с коллегой по работе. Господа, вот это и называется сексуальная зависимость. Но с объектом, что плохо во всем этом, с объектом сексуальной зависимости может случиться все, что угодно. Особенно, если он живет в Хабаровске, в Новосибирске, в Омске или в Томске. Он российский гражданин, хотя может быть и не российский, неважно. Он имеет право жениться, он имеет право влюбиться, он имеет право попасть под машину. Правда? И он имеет право вообще пропасть, и ты его не найдешь. Сотовый телефон. Обычно реакция московской женщины на это выглядит так. Две попытки улечься в постель с кем-нибудь, ну, как правило, для этого выбирается либо муж подруги, про которого известно, что он хорошо функционирует. Ну, про кого мы с вами знаем, как он функционирует? Ты знаешь, как функционирует вот твой сосед в очках? Нет. Но у тебя есть подружка, которая тебе рассказывала, как функционирует ее муж. Судя по уверенной улыбке, твой сосед хорошо функционирует. У тебя есть подружка, которая рассказывала, что ее муж хорошо функционирует и доводит ее подружку до оргазмной разрядки. Поскольку любимый объект мужчины, сексуальный объект мужчины, это сестра жены, но, к сожалению, мы же исследователи, если мы спим с одной сестрой, то как же... Тем более, что, как правило, мы с ней общаемся. Но у многих, к сожалению, нет сестер. Между прочим, с сексуальной связи с сестрами жен это вещь очень распространенная. Особенно при разнице в год-два. Они же ездят в гости друг к другу, общаются. Особенно, если сестра жены не замужем или замужем не так удачно. Они сестры-сестры, но завидуют друг другу. Друг другу. То есть, не друг другу, а та, которая не замужем, завидует той, и которая замужем. Но, к сожалению, не у всех жен есть сестры. К нашему мужскому сожалению. И роль этой сестры выполняет подруга. Правда? Подруги, они очень часто как сестры. К тому же, подруга часто бывает дома. Поэтому она один-два раза спит с ним. Следующий этап это негр. Конечно, она же хочет все-таки добиться. Но в советские времена, когда негров как-то мало было, в Москве роль негров выполняли кавказцы, на худой конец евреи. На самом деле, ничего тут неправильного нет. Потому что, в принципе, негры функционируют лучше, чем мы, недобитые интеллигенты. у них половые органы побольше. Про половые органы кавказцев не знаю, но функционируют они, в общем, неплохо. Другое дело, что запах другой. Все-таки мы, москвичи, привыкли... Ну, у негров совсем другой, а мы, москвичи, привыкли к запаху Москвы. Правда? И если от любовника пахнет смесью пыли, автомобиля, бумаг, из кармана вываливаются скрепки, то это свой запах. Приедет какой-нибудь рыбак с Волги, да, не тем пахнет. Ну, неважно. Она пытается достичь того-то, достичь того же, что она достигала. Потому что того, что она достигала, вот этого оргазма с висцеральным оттенком, с последующим сном, с последующей двух-трехчасовой эйфории. Надо же там яичницу могла жарить. Забыв, правда, одеться. Но это так называемые эйфорические каникулы. Эти эйфорические каникулы практически только при такой разрядке. То есть, человек отдыхает от жизни. Вот у Ежелеца есть такой эйфоризм, человеку бы очень пригодился день свободный от жизни. Да? Так вот, у нее три-четыре часа, ну, четыре редко, три, свободных от забот. Она знает все свои проблемы. Она знает, ребенок по-прежнему двоечник. Мама по-прежнему болеет. Рубль по-прежнему стоит столько же. Да? Но это ее абсолютно не волнует. У нее хорошее настроение. Да? Заметьте, без всяких химических химических веществ. она пытается вот этого состояния достичь. Этого состояния невозможно достичь, потому что у нее сложилось оно вот в этот период с данным человеком, с определенной биохимией. Такое бывает у одного, двух, трех процентов женщин. Ну, максимум двух на самом деле. Это те авторы, которые пишут... И она понимает, что большего у нее не будет. У нее бывают слабенькие оргазмы с другими лицами. Но вот того наслаждения, которое у нее было двадцать раз, тридцать раз, сто раз, могло быть, ну, не больше, как правило, да, потому что они расстались, у нее не будет. И она либо кончает с собой, причем довольно жестко, либо умирают во сне. Вот сексоголички, когда она окончательно понимает, что у нее больше не будет интимных отношений с этим человеком. Что он в Хабаровске женился, одновременно стал православным, одновременно у него родилось двое детей, и он с ней в постель не ляжет, даже она, если она приедет к нему в Хабаровск, и обнаженная войдет в квартиру. Я видел такие случаи, только не в Хабаровске, а в Благовещенске. Вот это я к примеру привожу, так женщину доходил. Она понимает, что никогда это в его жизни не будет. И она либо кончает с собой, причем иногда жестким способом, вот те, которые выбрасываются, женщины, не таблетки принимают для самоубийства, это либо душевнобольные, либо женщины сексуально зависимые. Либо очень часто вот она ночью умирает во сне. Причем обычно это бывает так, ей 2-3 дня, как правило, она же наблюдается у врача, к психотерапевту ходит, ей начинают сниться сцены ее похорон и как он плачет. Объект зависимости. Они могут быть очень видоизменены. Например, объект зависимости, вот я видел, у меня была такая пациентка, к сожалению, покончила с собой, красавица и умница. Настолько красавица, что один мой приятель, который очень хотел войти в светский мир, он ее просто и платил, и он с ней не спал, он брал ее с собой на всякие рауты, она просто стояла и пила сухое вино. Она ни с кем не кокетничала, не заигрывала и так далее. Но он с тех пор, с тех пор прошло несколько лет, он теперь считается супергигантом, потому что с такой женщиной действительно безумно красивая. Любая кинокомпания тут же взяла бы ее на главную роль. Но молодой человек, которого она любила, жил в далеком областном центре, категорически отказывался переезжать в Москву, она иногда набирала денег и ездила к нему, а когда он уже женился, действительно появились деньги, ездить не могла, она у меня лечилась. Так вот, ей снилось, что он такой, как он есть, молодой человек. Он режиссер местного театра. того, далеко, где-то, в Улан-Удэ, что ли. А ее распинают на кресте, как Иисуса Христа. У нее было три таких совершенно стереотипных сна, а на четвертой она просто не проснулась. Мать пришла ее проведать, приехала из Подмосковья. Она такая красивая, что, не спавшись с ней, погуляв немножко, олигарх подарил ей однокомнатную квартиру в Новых Чуремушах. Она еще обаятельная, не глупая. Нормальная девка на вид. Она просто уснула и не проснулась. Абсолютно здоровая. 24 года. Девочки, 24, 24,5. Ну, несколько слов о лечении. Да? К сожалению, в принципе, то я ведь это читаю 8 часов. Это тема-то большая, потому что здесь это не чистая психология, это даже не чистая психотерапия. это психологические, психотерапевтические процессы, в которых мощно вовлечены биохимические, гормональные и так далее. Вот такая, такие сложные процессы здесь происходят. Ну, сексуальную зависимость лечить бесполезно. То есть, все, что вы можете сделать, это сделать ей такой же оргазм с другим человеком. Да? Лечить медикаментозно и специальными упражнениями, но практически это не получается. То есть, мы это делаем, но это не получается. Потому что вот у нее сложилось с тем человеком все. Лечить надо любоголизм. Способов есть два. Эффективность средненькая, но есть. Первый способ, это мой, он так и называется, Александра Полеева во всем мире, это метод гипнотического отрыва любовной зависимости. Мы в гипнозе внушаем женщине, что объект ее любви удаляется от нее территориально, географически, геометрически, если хотите. Да? В подсознании, а потом уже в сознании, вот такое удаление символически воспринимается как удаление из жизни. Несколько сеансов. Обычно я укладываюсь в пять. Кто-то делает, кто-то укладывается и в четыре, кто-то и в шесть, и в семь. Вот. Какие здесь трудности есть? Значит, гипноз могут делать только мужчины, такой гипноз, это глубокий гипноз, только мужчин с низкими голосами. Первое. Второе. Результаты гипноза непредсказуемы. То есть, какой-то эффект есть всегда, но какой? Да? Она перестала ему звонить, она стала встречаться с другими людьми, но когда она уволилась из этого учреждения, но когда встретила его на троллейбусной остановке и сбила до полусмерти. У меня была пациентка, член сборной России по волейболу, известная вам всем, очень высокая женщина. Я ее лечил от любовной зависимости, от человека, который от нее уехал. Они даже жили вместе, не расписываясь никак. Очень интеллигентная девушка, метр девяносто два. А он обычный такой интеллигент. Он пожил в каком-то городе очень далеком и решил, она ему писала, лечилась, и писала, и присылала фотографии, и решил все-таки попробовать с ней сойтись. Может быть, найти работу в Москве. Там у него была большая семья. Он хороший человек, это не то, он ее не обижал, просто семье нужна была помощь, это родительская семья, родительская, там, тети, дяди и так далее. Значит, он приехал к ней, купил перед этим новое пальто, дело было раннее весной, значит, она с высоты своего роста метр девяносто два, он же не предупреждал, она на него вырвала, а дело было после обеда. И сказала, что потом отмыли пальто, там как-то привели его в порядок, накормили, она сказала, что нахождение с ним в одной, на кухне, она его, естественно, принимала, она жила с родителем, вот на кухне, в любом помещении ей неприятно, ее сейчас начнет рвать снова. На этом роман закончился. Так что, бывают очень жесткие, да, бывают очень жесткие реакции, а бывают, к сожалению, вот три месяца она была свободной женщиной, встречалась, забыла о нем, а потом нашла какую-то маленькую вещь и опять пришла на лечение. Ну, для нас, врачей, это, конечно, неплохо, но ей-то тяжело. А если он был твоим любовником, то по квартире какие-то вещи обязательно валяются, мы же мужчины что-нибудь обязательно оставим. Я видел женщину, кстати, которая нашла трусы любовника, который к ней приходил. Женщина-фельдъегер, мастер спорта по стрельбе. Случайно под ванной нашла. Через 6 месяцев после разрыва и через много недель после окончания лечения она хорошо погружалась, она дисциплинированная, я ее вылечила, она ни с кем не спала, но она уже созванивалась, она там ходила в кино, щебетала и так далее. Нашла под ванной трусы, выкурила сигарету, оставила записку и в этой ванной повесилась. Насмерть. Хотя это была пятиэтажка. Ну, или девятиэтажка, в общем, маленькие. Да, маленькие комнаты. Второй способ лечения, господа, он гораздо более эффективен, но у него масса ограничений. Он вообще называется методом Марины Гиверц. Это наша российская девочка-психолог, которая 20 лет назад уехала из России, очень оригинальная, в полиции сейчас работает психолога, мы с ней поддерживаем отношения, но это вот она подсмотрела. Это индийский такой метод. там он у них как бы психологического расставания с любовью, с погибшей женой или с покойником. Значит, собираются 3-4-5 женщин, находящихся в любовной зависимости, и каждая лепит из глины изображение своего мужчины, ну, как может, в пропорции полтора к одному, да, то есть он в полтора раза больше. Значит, лепит его, раскрашивает, застывает. Значит, на расстоянии 400 метров находится очень глубокий овраг. Все дело происходит в Сан-Франциско. Да? Значит, она разбивает сама под руководством психолога, значит, эту фигуру на три или на четыре части, и каждую эту часть несет к обрыву и бросает с какими-то словами, типа, я тебя больше не увижу, да, прощай навсегда и так далее. Для обычной девушки перенести там, две ноги весом 50 килограммов в жару 40 градусов или 35, да, такое, когда несколько раз сделаешь такое упражнение, мысленно распрощаешься с этим человеком навсегда. Очень эффективно. Почему не продолжается одна несла и умерла от инфаркта? Метод разрешили только врачам, а она психолог, но работает. То есть, господа, он на самом деле применим с очень крепкими молодыми женщинами. Как я вам уже сказал, любовной зависимостью страдают в основном молодые женщины. Почему только молодые, господа? Да понятно, у женщины за 30 пойдет процесс до идеализации. Она не застрянет в любви. у нее уже есть жизненный опыт. А у девочки 21, 23, 25 лет. Но если из провинции, то и 27. В провинции может быть и 30, наверное. Я не работал никогда в провинции. То есть, работал немного. Ей жизненного опыта не хватает, чтобы прошел процесс до идеализации. А у молодых идеализация произошла, а де-идеализация не произошла. Ну и последнее, да, три минутки. Дадите мне еще? Не очень устали? По-моему, очень. Почему мы говорим, господа, о феномене раздвоения личности в сексоголизме? Да? У каждого из нас есть свой сексуальный сценарий. Правда? В широком смысле слова. Этот сценарий начинается не с того, что мы снимаем колготки. То есть, вы снимаете колготки, я колготки не ношу. У меня один приятель носит, но мы с ним разберемся. Сексуальный сценарий начинается с того, как вы встречаетесь для секса. Да, это может быть в вашей квартире. Это вы может быть где-то в другом месте встретились. Как вы идете, о чем вы говорите, что вы делаете перед сексом, как вы занимаетесь сексом, довольно детально. У женщин сексуальный сценарий довольно жесткий. У мужчин он пошире, а у женщин либо так, либо мы беседуем перед близостью, либо не беседуем, я речь что лягу, и сексом займусь, но только нифига не почувствую. И беседуем мы не меньше 20 минут. Если 15, я на уровне подсознания считаю, что мы недостаточно интеллектуально близки. Это может быть из постоянного. Или наоборот, я хочу, чтобы мой сценарий, мой любимый человек меня хочет немедленно, мы заходим в квартиру и сразу занимаемся сексом, а потом уже пьем чай и обсуждаем курс рубля. Или последнее заявление премьер-министра. Не важно что. Так вот, этот же сценарий, он, как вы понимаете, и в интимной жизни. Вот это я делаю с удовольствием, это я делаю без удовольствия для партнера, это я делаю обязательно. У сексоголичек, у женщины, у которой есть невротическая расстройство сексоголизм, у нее источников наслаждения в сексе огромное количество, не так, как у нас с вами, гораздо больше. Ей она испытывает наслаждение во многих позах и позициях и практически независимо от его функционирования. Он, у нее свой сценарий. Казалось бы, по логике от каких-то любимых позиций с человеком, никто ведь не встречается, правда, даже сексоголичка, любоголичка, она же не встречается с человеком, который ей не нравится, правда? Она встречается с человеком, который по-человечески симпатичен, или во всяком случае не противный, или, по крайней мере, подруга попросила встретиться с братом. Брат-то противный, но лучшая подруга, но да, чего не сделаешь. Я по вашим глазам вижу, что если вас подруга попросит встретиться с братом, Вы не пойдете Есть женщины самоотверженные Мы могли бы ожидать Что ей хоть что-то будет приятно Ну, скажем Если у нее, у сексоголички И только у сексоголички Есть вагинальный оргазм От поцелуя в грудь Одного То, скажем, три поцелуя в грудь Хотя бы приведут ее в возбуждение От приятного человека На самом деле, оказывается И почему они кончают с собой И почему они умирают во сне Оказывается, что ей все неприятно Ей приятно с ним только в кино ходить И чай пить И сухое вино пить И вести беседы Любое прикосновение Либо неприятно Либо вообще вызывает бурное отторжение Вплоть до того, что я много раз видел У пациента я много лет этим занимаюсь И пишу Они вот уже в близости Они в постели Произошло введение Да, целовались Как бы она себя сдерживала Он ей говорит Ты меня чувствуешь? А она говорит А ты уже ввел? Он вообще 30 секунд совершает фрикции И у него все нормальных размеров И нормального наполнения Он нормальный мужик Которому она нравится Мужики же тоже больные, да? Им нравится женщина Которая влюблена в другого человека А этого не скрывает Ну, соревновательность Да, дай-ка я отобью Тем более он во Владивостоке Не мешает Вот И она говорит Я не знаю Вот я тебе честно говорю Да? Не обижайся Но я не знаю Ты во мне Или не во мне То есть Полностью теряется Чувствительность Абсолютная Вот эта система Сексуального наслаждения Перестает работать Одна система Выключается И в 100% случаев Включается с другим человеком Я видел Вот за годы работы Сексоголичек Которые приезжали Ну, позвонил он Вызвал ее Или он к ней приехал Там После тяжелой работы После тяжелой болезни Усталый после Ну, сейчас таких самолетами Уже летает и поезда Быстрая Ну, например Когда-то поезд из Самары Шел двое суток Я помню Такое, да? Вот после поезда У него эрекция Процентов на 30 Умственные способности Еще меньше Вообще-то он хочет спать Она ложится с ним в постель И испытывает все то Что она испытывает В самом лучшем варианте То есть Однажды сложившись Вот эта система Сексуального наслаждения И этот сексуальный сценарий Срабатывает Даже когда его не поддерживают Вот почему Мы с вами говорим О раздвоении личности Оно даже Оно в сфере секса Но она даже шире Она любила Вместе с любимым человеком Смотреть какое-то Видео сексуальное Теперь ее тошнит От любого сексуального изображения В буквальном смысле Тошнит Да? То есть В интимном плане А это ведь Огромная сфера Жизни личности Правда? Важная Она стала Другой И как правило Нулевой Ну Я готов выслушать ваши вопросы Я бы с удовольствием Еще рассказал Но время Надо и вам Идти у меня завтра Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому